Сегодня в Подмосковье произошла история, которая не оставит равнодушным даже очень циничных людей. Сотрудники похоронного бюро, узнав о том, что за перевозку погибшего в автокатастрофе водителя никто не заплатит, просто выложили тело на дорогу, где оно пролежало не один час. С практической точки зрения упрекнуть специалистов ритуального дела, вроде как и не в чем, но вот с этической, Дмитрий Пищухин, пытаясь разобраться, выяснил, систему надо менять. Водитель автомашины «Форд» скончался на месте происшествия. В комментариях сотрудника милиции сухие факты дорожного происшествия. Водитель грузовика не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом. Но вскоре этот сюжет стал выходить за рамки криминальной хроники. Приехавшие на место работники ритуальной службы сначала забрали тело погибшего, а через полчаса вернули на то же самое место, оставив лежать прямо на проезжей части. На пути в морг сотрудники Люберецкого похоронного бюро обнаружили, что у погибшего не было при себе документов. Связаться с родственниками не удавалось, телефоны работодателей водителя тоже не отвечали. Без денег умерший человек был не нужен и самой ритуальной службе. Мотивировали они следующим образом, пока им не будут оплачены их, так сказать, услуги по перевозке и транспортировке, они тело перевозить не будут. За перевозку тел подобные фирмы просят до 8 тысяч рублей. Когда тело не опознано, все расходы должно взять на себя государство. Но в Московской области этим занимается только одна бюджетная организация. И в этот день она была перегружена заявками. Эти бюджетные деньги на перевозку таких невостребных, они влияют только одной какой-нибудь организации, которая, например, выгнал тендером. Дело-то вроде бы хорошее, выиграть тендер там и так далее, и получить под это бюджетные деньги. Но просто представьте себе картинку, что если бы все субъекты предпринимательства могли бы так вот перевозить, и также спокойно делать заявку в бюджет, мы отвезли в морг. Вот никто бы не развернулся и не наплевал. Государственная похоронная организация приехала только через несколько часов. Все это время тело, завернутое в мешок, пролежало на земле, пугая прохожих и одним своим видом напоминая о несовершенстве Института ритуальных услуг. Дмитрий Пищухин, Алексей Лазуренко, Алексей Красиков, 5 канал.